мэр попелевска антон сегодня делаем вот эту крышечку которая по совместительству еще и ручка найти такую на разборе тяжеловато в хорошем состоянии у них потому что беда здесь очень тонкий пластик когда долго много дергаешь а машины уже не новые происходит вот такая беда ну и на разборах скорее всего будут такие же но только грязные можно не заметить покупать новую но это слегка дороговато хотя для мэра мог бы купить так накладка изнутри крепится болтиками закладными 1 2 3 4 5 6 и 3 клипсы 1 2 3 плюс еще электрические разъемы разъем на кнопку разъем на подсветку номера само собой придется внутреннюю обшивку снять но сейчас я не покажу потому что кнопочки нету чтобы открыть багажник в ходе работы придется снять эмблемку opel она на двухстороннем скотче для этого используем мармеладку ну ладно карамельку и умерший шуруповерт пока реаниматологи пытаются оживить шуруповерт поделюсь впечатлениями оказывается трещинки не только здесь пошли если присмотреться на блик вот здесь тоже пластик держится уже исключительно на краске шуруповерт вроде ожил переворачиваем накладку смотрим в названии есть надпись abs а это значит что эта накладка применяется исключительно для автомобилей у которых есть abs мышь не дураки мы смотрим проверяем так abs есть все сходится значит эта накладка для этого автомобиля ну раз abs идем на полочку и берем пруток для пайки тачек с abs запылился давно таких тачек не было те кто побежал врезать подкрылки ну возвращайтесь нужен abs пластик а подкрылки в основном состоят из полипропилена давненько я не видел обвесных подкрылок чет я задумался короче решил проверить вот подкрылок от этой антары на оригинальный джемовский ппп полипропиленовый тут мне недавно сказали что паять паяльником это древность но в любом случае если появишь пластик паяльник как бы необходим хотя бы хотя бы подрезать концы в некоторых местах вообще паяльником удобнее паять чем феном или паяльной станции а печалька смотрите вот это было феном нагрета а вот это уже паяльником и поэтому мы паяем паяльником не ну смысле не везде мы появим паяльником но в данной конкретной ситуации паяльник намного лучше а еще тише он сварка любых вещей состоит в том чтобы прогреть обе части и чтобы они вместе сплавились что в металле что в пластике вот в данной конкретной ситуации получается что паяльником у меня получается прогреть обе детали вместе стыка а вот к сожалению фен прогревает либо слишком много либо слишком мало накладки если много ее поведет а если мало то вот будет такая же беда как у меня было не пропаялась просто-напросто отвалилась если внимательно посмотреть получается смотрите пруток углубляется почти что заподлицо с пластиковой детали значит пропаивается достаточно хорошо здесь ни черта не изменилась а если не изменилась значит деталь не повело в общем после чистки грубой наждачкой получается вот такая ровная поверхность некоторые говорят что эта поверхность уже под грунт но на самом деле конечно это не так потому что если залить ее грунтом то вот здесь вот будет видно мелкие дефекты ну и общую неровность поверхности хотя в общем после пайки и чистки вот так выглядит шпаклюем грунтуем и красим собираем подключаем проверяем радуемся жизни и обновленные ручки